Израиль все больше погружается в интефаду. За минувшие сутки было совершено 4 нападения с применением холодного оружия. В результате 6 человек получили ранения. По всей стране усилены меры безопасности. Людей призывают носить с собой оружие. Власти пытаются любыми способами взять ситуацию под контроль. А вот получается ли, расскажет наш собственный корреспондент Динара Бектурова. Чтобы хоть как-то снизить напряженность, премьер-министр Нетаньяху запретил израильским политикам посещать Храмовую гору. И как стало известно сегодня, он отложил еще и строительство нового здания у Стены Плача. Напомню, нынешние столкновения начались именно из-за операций израильских полицейских здесь. И уже очень скоро беспорядки переросли в полномасштабную интефаду, получившую название в СМИ Иерусалимское. За последние два дня было совершено около 10 нападений. Счет раненых с обеих сторон идет уже на сотни. Полицейские заявляют, что трудность в том, что террористов-одиночек тяжело вычислить. Поэтому у входа в старый город были поставлены ворота с металлодетекторами. Это тоже наше решение для того, чтобы предупредить возможное появление террористов в этих местах. Ведь опознать террориста это очень непросто. Мы знаем, что несколько дней назад произошел в мусульманском квартале террористический акт, который совершила девушка, которой 18 лет. Никакого подозрения она совершенно не вызывала. У полицейских 18 лет девушка идет себе по городу и вдруг она выхватывает нож и нападает на еврея сзади и наносит ему ранение. Поэтому, естественно, было принято решение поставить эти металлоискатели для того, чтобы определять и проверять всех людей, подозрительных, неподозрительных, неважно, при входе в старый город. Израильская полиция сказала, что этот металлоискатель должен проверить любого, кто для них подозрителен. И это несмотря на то, что на этой улице много военных, на каждых нескольких метрах стоят. И улица оснащена 40-50 камерами видеонаблюдения. Я считаю, это израильская неудача. Израильская оппозиция предлагает полностью изолировать западный берег, используя при этом экономические и силовые рычаги. Но, как показала практика, террористов не останавливает невозможный запрет на работу, ни даже забор безопасности. После волны нападений полицейские нашли в нем лазейку, через которую террористы проникали на израильскую территорию. Правые считают, что наоборот необходимо увеличить свое присутствие за зеленой чертой за счет строительства жилья. Политологи говорят, Израиль сейчас пороховая бочка. Агрессия уже взаимная. Накануне вечером араба, напавшего на израильского военнослужащего, толпа хотела линчевать. Только применив спецсредства, полицейским удалось его спасти. Что касается позиции палестинцев, лидера организации ФАТ утверждает, официальный Тель-Авив осознанно провоцирует арабов на конфликт, надавливая на болевую точку, коей здесь является мечеть Алякса. По их мнению, израильские власти решили повторить операцию 13-летней давности по установлению контроля над западным берегом. Однако и ФАТ, и палестинская автономия заявляют о своей заинтересованности в скорейшем прекращении беспорядков. Чего нельзя сказать о руководстве Хамаса, исламского джихада, которые, напротив, призывают к вооруженной борьбе за священную мечеть. Динара Бектурова, Сергей Услендер, 24КЗ, Израиль.